Что стоит за самовольными уходами детей из детдома? Как понять их поведение? Что этому предшествует и как им помочь? Чтобы получить ответы на эти вопросы, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних комельского обл. исполкома Евгений Геннадьевич Миткевич приехал в Мозырский детский дом, где пообщался и с воспитанниками, и с педагогами. Цель моего визита в это учреждение связана с тем, что я сегодня нахожусь в Мозырском районе. Чуть ранее, час назад, состоялось заседание райисполкома, на котором был рассмотрен вопрос о выполнении декрета президента Республики Беларусь номер 18. Мы обсудили там насущные вопросы, касающиеся реализации декрета президента Республики Беларусь, но и говорили о вопросах семейного небылополучия, а также возмещения средств. Но, к сожалению, в этом году нам пришлось столкнуться с тем, что воспитанники данного учреждения совершали самовольные уходы. Мы каждый факт самовольного ухода детей из учреждений рассматриваем для того, чтобы установить причины и условия, а кроме этого принять меры по недопущению таких уходов в дальнейшем. Поэтому здесь находятся дети, которые из различных регионов Бомбельской области, со сложным характером, сложной судьбой. Поэтому посмотреть, какие условия созданы им. Ну и самое главное, значит, тему – это самовольные уходы. И что необходимо предпринять для того, чтобы эти дети не уходили. Из того учреждения, где созданы прекрасные условия, где есть и внимание, и забота. У каждого из детей своя история. Как правило, не самая радостная. Как ни парадоксально, не самая радостная до того момента, как о них стало заботиться государство. Среда воспитания, привязанность к горе родителям, подростковые гормоны. Подростковый возраст, трудный и протестный период. Уходят дети из дома из вполне благополучных семей. Евгений Геннадьевич уверен, каждый конкретный случай каждого конкретного ребенка требует индивидуального подхода. Спасибо. Спасибо.